В великом американском пикаповедении наступил четверг пикапы Toyota, ну и заодно Nissan. Для тех, кто не в курсе, очень многие японцы даже не подозревают о том, что они производят Nissan Titan, Toyota Tundra, Toyota Tacoma и очень сильно удивятся, если им показать эту технику. Это чисто американские машины, сделанные в Америке и сделанные для американцев. Приветствую, добрый вечер. Продолжаем наш радиосериал по поводу больших американских траков, которые, несмотря на то, что мы уже четвертый день их пропагандируем, количество их на дорогах Москвы что-то не увеличилось. В общем, из чего следует то, что пока что сила нашего слова недостаточно весомо звучит, поэтому сегодня надо похвалить Toyota, потому что все-таки Toyota у нас народ любит. И благодаря Toyota Tundra, например, все-таки может быть сдвинется, скажем так, расстановка сил. Тем более, что в Москве сейчас машин стало меньше из-за проблем с платными парковками, пробки уменьшаются, соответственно, можно наращивать размер автомобиля, можно пересаживаться с 5-метровых внедорожников на 6-метровые и так далее. Так что, в общем, продолжим, как говорится. Значит, любовь русского человека к марке Toyota не убить никогда. Несмотря на то, что легендарное японское качество, оно, наверное, так и осталось где-то в 90-х годах, когда шла там первая волна праворуких машин с Дальнего Востока, до сих пор все равно все считают, что японская машина вечная, крепкая и надежная. Американская это что-то непонятное, быстро ломающееся, постоянно глючище. Европейская хорошо, но дорого, но, к сожалению, в Европе больших пикапов никто еще до сих пор не догадался сделать. Дело в том, что мы очень стабильны в своих стереотипах, мы по сих пор и всей страной жаждем Емелю и щучьего веления. С какой бы стати вдруг мы отказались от сказки про Toyota и про качество? Ну, в общем, да. То есть мы все верим в некий положительный опыт, который был с нами раньше, тем более, что в процессе технического процесса мы же становимся все старше и старше, а, соответственно, как бы это ни было грустно, старее и старее. Поэтому то, что нам казалось крепкой и надежной в юности, ну, в зрелом возрасте нам уже кажется не очень крепким и надежным, потому что как-то так. Раньше мы могли колодки менять на мерзлом асфальте в минус 30 у подъезда, а теперь колодки уже мы так не можем менять. Соответственно, надо ехать в сервис, а это же всегда неудобно. Ну, в общем, на самом деле вопрос надежности или ненадежности машины – это всегда очень такой субъективный параметр, который во многом зависит больше от настроения владельца, нежели от объективной ломучести. То есть, ну, опять же, если переходить на личный опыт, вот я сейчас езжу на прекрасном автомобиле Land Rover Defender. Он, ну, то, что я на нем езжу, это очень громко сказано. То есть он у меня 20 дней из 30 стоит в сервисе. Нормально, в тепле. Да, и сейчас он тоже стоит в сервисе. Но при всем при этом, я считаю, что достаточно крепкая машина. Какой хороший у тебя Land Rover. Да-да-да. Вот. Соответственно, как бы на этом фоне, конечно, Toyota, наверное, будет покрепче. Значит, почему мы начали сразу с вопроса надежности? Потому что, изучая как раз статистику отказов по той же самой Тундре, и сравнивая ее с Dodge, с Ford и с Chevrolet, как бы не было удивительно, я столкнулся с тем, что, а нету такого, чтобы человек купил Тундру, ездил на ней долго, счастливо и вечно, и там с пробегом 400 тысяч первый раз поменял масло. Как это там постоянно у нас, мы слышим легенды про старые праворукие колдины какие-нибудь. У людей они почему-то ломаются. На общих основаниях. Да. Вот непонятно почему. Соответственно, я начал рыть дальше. И я, например, набрел на такие занимательные истории, о которых мы не говорили в предыдущие три дня. Например, мы никогда не говорили о том, что у Dodge Ram или у Ford F-150 может на пробеге 150 тысяч развалиться двигатель. Не говорили? Нет. А у Toyota Tundra с двигателем объемом 5.7 от легендарного Lexus 570, причем дефорсированный мотор, у заядлых гонщиков, которые увлекают стартами со светофоров, где-то как раз к 150 тысячам вдруг прогоряют поршня. То есть, ну, кажется, для владельцев марки Toyota сейчас просто ваш священный долг кинуться к телефонам, пытаться дозвониться в студию и проклясть нас за вот, такую вот околесицу, которую мы несем. Но факт остается фактом, статистика вещь достаточно жестокая. И, кстати говоря, попытки тюнинговать Tundra, они приводят к дальнейшему росту этого самого заболевания, о котором мы, соответственно, касательно американцев слышим почему-то гораздо реже. Например, при установке штатного компрессора, который идет в пакете TRD, то есть он повышает мощность еще на 130 сил относительно 380, которые там уже есть, после этого у машины отваливается коробка передач и задний дифференциал. Ну, достаточно быстро. То есть, ну, понятное дело, что можно, конечно, поставить и не нажимать никогда на газ, да, и тогда все будет, наверное, жить долго и счастливо. Но вот если прям горцевать, то почему-то это все отваливается. Удивительное дело, потому что тюнингом Dodge и Ford занимаются, в общем-то, тоже все, и много кто экспериментирует с вопросом наддувания чего-нибудь, но вот так, чтобы прям был такой огромный падеж на свежих, подчеркну, машинах, это, в общем, достаточно экзотично. Вот. Таким образом, если пройтись вот так по кругу, по всей машине, там, посмотреть на ходовую, там, на шасси, оказывается, что много, в общем, таких мелких деталек, которые почему-то выходят из строя. Вот. А к вопросу... А мелкие детальки это типа мотор, коробка, редуктор? Не, ну, мы их уже перечислили, но имеется в виду, например, те же самые амортизаторы, шаровые. И, в общем, ну, много, что там есть чему отвалиться, на самом деле. И вот эта вот вечная унификация Toyota, ну, пикапов Toyota с большими внедорожниками, она приводит тоже к очень интересным таким моментам, что, например, все говорят о том, что Toyota Tundra это практически 200-й лонг-крузер. Ну, например, амортизаторы 200-й лонг-крузер не подходят. И вот в этом, во всем надо, в принципе, чуть-чуть разбираться, да. То есть вот просто вот сесть и ездить достаточно сложно, потому что дилеры, что такое Tundra, не знают, понятное дело. Большинство сервисменов, по крайней мере, в маленьких городах тоже не очень хорошо разбираются в подобных машинах. И вы должны четко знать, что у вас от чего подходит. Понятное дело, что можно загрузить специальные компьютерные программы, вооружиться мануалами и так далее. Но это, в общем, достаточно такой эксцентричный подход к владению автомобилем с точки зрения, ну, просто езды. Вот. А окупается это только разницей в стоимости, потому что лонг-крузер 200 у нас стоит, как известно, в районе 3,5 миллионов в стране, а Tundra стоит минимум на миллион дешевле. А так как многие люди покупают все-таки не совсем новыми, а везут там двух-трехлетними из Америки, то цена вообще там становится там миллион триста, миллион пятьсот. За эти деньги вы получаете мощную машину с мотором от 570 Lexus. На двух сотках этот мотор в Россию не поставляется. Соответственно, если вы хотите получить автомобиль столь быстрый, то у вас есть либо вариант пойти за 4,5 миллиона купить Lexus, или за 1,5 миллиона купить Tundra. Мне кажется, лучше купить Tundra. Тем более, что Tundra, она очень харизматична, и даже какие-либо разговоры про надежность-ненадежность на этом фоне на самом деле растворяются, да, потому что если вы сэкономили вдруг 3 миллиона на покупке машины, то вы эти моторы можете сжечь просто как бумагу на рабочем столе в пепельнице. Вот. И ездить долго и счастливо. Именно по этой причине очень много тюнингованных. Tundra ездит по дорогам нашей страны. Народ достаточно активно вваливает в них деньги. Там ставят и подвески, и как раз те самые компрессоры на моторы. И, в общем, что только не делают. Поэтому их особо не жалеют. И укатанных машин на рынке много. То есть вот если вы хотите купить машину хорошую, то, скорее всего, вам придется ее либо заказывать за границей, либо стараться купить ее как можно более новой. К тому же у Toyota очень большое количество, ну, не очень большое, где штук 5 комплектаций, начиная от самой бедной в сторону самой богатой. И так как на Tundra спрос превышает предложение чаще всего, есть и определенное мошенничество. То есть продавцы, они покупают какую-нибудь более-менее базовую комплектацию, ее ретушируют под дорогую комплектацию. И так как мы в этом ничего не понимаем, они, соответственно, пытаются продать верхнюю комплектацию, как среднюю, например, и так далее. Ну, в общем, зарабатывают на этом лишние 100, 150, 200 тысяч все в карман. А человек потом, когда начинает ездить, вдруг обращает внимание, что у него чего-нибудь нет. А почему нет? А потому что оказывается, что это подделка. Вообще никогда не было. Ну да. Перерыв на новости. Параметры американского величия слегка пошатнулись после того, как мы перешли на знаменитые Toyota Tundra. И сейчас потихонечку, может быть, даже к Nissan Titan подступимся. Зато в процессе разговора мы выяснили, что все-таки дешевка, она и остается дешевкой. И как раз за полтора миллиона, вот и покупаешь ее японскую во всей красе. Ну, я тут только внесу маленькую ремарку, что люди, которые с пониманием относятся к американскому автопрому, Toyota Tundra и Nissan Titan к американским пикапам, в общем-то, не относят. То есть, понятное дело, что любая стилизация под оригинал, да, это не есть оригинал. И для того, чтобы сделать настоящий американский пикап, нужно быть американцем и пройти вот эту всю автомобильную эволюцию. Поэтому, когда японцам вдруг показалось то, что они могут из своего лонг-крузера сделать американский пикап, и у них все из этого получится. Ну, в общем-то, подобные предположения разбиваются об некую рыночную несостоятельность. Да, Tundra, она достаточно популярна в Америке, но ей очень далеко до популярности, до того же F-150 Ford. Ну, вот, наверное, все-таки американский потребитель тоже не дурак, да, и может отличить хорошую, надежную, крепкую машину от чего-то такого, посредственного. Но почему-то вот они все равно берут F-150. Возможно, это такие же стереотипы, как у нас, по отношению, что мы берем на Toyota. Но все-таки нет дыма и без огня. Если что-то где-то было бы откровенно плохо, наверное, мы бы об этом знали, но мы об этом не знаем. Вот, поэтому, если уж так еще сделать маленький все-таки заход на Nissan Titan, то эта машина-провал на американском рынке. То есть, при всей моей любви, в принципе, к Nissan, по крайней мере, к внедорожникам, Titan отличался тем, что у него достаточно неплохая как бы пара-двигатель-коробка, то есть, он едет прям очень хорошо, но очень недолго. То есть, надежность агрегатов низкая, жесткость на кручение тоже очень низкая. Соответственно, комфорт движения по разбитым дорогам у Titan тоже не очень хороший. И все те, кто когда-либо брал в России Титана, практически от них по-быстрому избавились. И вы сейчас на вторичном рынке, ну, уж, по крайней мере, в московском регионе, вы вообще ни одного Титана в жизни не найдете. То есть, эти машины, они быстро пришли, быстро наполнили рынок вследствие своей дешевизны и точно так же быстро испарились догоневать в регионы. Потому что Титан — это совсем не титановый автомобиль. И продать его реально сложно. То есть, у меня есть один знакомый, у которого подготовленный Титан, купленный для того, чтобы возить с собой целый прицеп на гонке, ну, вот, возить спортивную машину, техничку и так далее. Ну, и он не использует его по назначению, потому что каждый выезд на гонке в режиме технички для Титана заканчивается поломкой и ожиданием 2-3 месяца какой-нибудь детали. Вот, то есть, мотор с коробкой, повторюсь, хороший, а вот всё, что есть вокруг мотора — это всё одноразово. Это, кстати говоря, касается и Nissan Armada. Такая же машина, длинная, непонятная, едет быстро, но не поворачивает по разбитым дорогам, едет плохо. А если вы одним колесом наедете на бордюр, то у вас перестанут закрываться двери и крышка багажника, потому что жёсткости накручения нет вообще. — Идите, покупайте QX56. — Ну, современные уже можно. Современные нормальные машины, на самом деле. И, кстати говоря, тоже недооцененные, потому что если сравнивать по потребительским свойствам купленные за примерно одни и те же деньги современные 62-й патруль и Land Cruiser 200, то я вообще искренне не понимаю, зачем люди покупают Land Cruiser 200, потому что у Nissan гораздо более приличный салон, у него гораздо более приличная управляемость, у него более мощный двигатель. — А дизель-бензин в том числе? — Бензиновых крузаков-то тоже покупают далеко немало. То есть бензиновые машины, на самом деле, вот в этом классе, они имеют очень большую долю рынка, ровно потому что у нас всё-таки страна не ограничивается Москвой, очень много северных регионов, и дизеля на севере, конечно, есть, но они не сильно в почёте, потому что бензиновую машину ты ещё можешь заглушить в минус 40, в минус 50, а дизельную машину уже лучше не глушить. Ну и, в общем, когда у вас под окном стоит за 3,5 миллиона дизельный 200-ка и тарахтит всю ночь, вы спите очень чутко, и, скажем так, чаще всего вообще не спите, потому что с их рейтингом угоняемости спать невозможно. Это, кстати говоря, одна из причин, почему пикапы более, скажем так, предпочтительны в покупке, нежели полноразмерные внедорожники, потому что угоняемость пикапов в разы меньше, нежели внедорожников. И если вы предпочитаете всё-таки не пить валидол каждый вечер на ночь, а как бы ложиться со спокойной душой, то, в общем, пикапы – это хорошо в любом случае. Значит, поэтому, что касается Титана, я бы не рекомендовал даже смотреть в эту сторону. То есть, задумка хорошая, но реализация посредственная. Ровно потому, что для японского концерна эта машина была сильно вторична при её создании. Вот. А вот что, в моём понимании, среди Тойоты незаслуженно, недооценено, это Тойота Такома, которая поменьше, чем Тундра. Сделана она уже не на базе двухсотки и Лексуса, 570-го, а сделана на базе Прада. Ну, скажем так, это обобщённо, то есть, там тоже, понятное дело, есть целый букет заимствований от разных моделей, но в общей сложности это Прада. И с четырёхлитровым, бензиновым, опять же, Прадовским мотором, Такома, совершенно прекрасная машина. У неё параметры кузова практически такие же, как у Тундры, только она весит далеко не две с половиной и три тонны, а тонну 700, и там, если её загрузить, то там получается ещё грузоподъёмность почти 900 кг у неё. Поэтому она по динамике даже превосходит Праду. Очень экономичная машина с четырёхлитровым мотором, на трассе умудряется укладываться в 11-13 литров в городе, там редко выходит за двадцатку. По налогам, соответственно, она тоже меньше, потому что меньше 250 сил, и даже при том, что она подпадает под все преференции, которые свойственны владельцам пикапов, всё равно машина, в общем, во владении получается очень дешёвая. Но при всём при этом таком мы практически на дороге не видим, потому что она меньше, чем Тундра, и это не круто. Хотя, видно, дешевле, да, лучше. Нет, народ будет покупать High Lux в полной комплектации за миллион восемьсот, но за эти же деньги купить такому, почему-то русского человека мозги не двигаются. Хотя, по уровню тех же опций такому будет гораздо богаче, чем High Lux. Всё, что вот вы можете себе представить в автомобиле Toyota Prado, то же самое, те же самые опции ставятся и, соответственно, в таком. А High Lux это машина, даже в самой топовой комплектации, она примитивная, как барабан. Ну и плюс к тому, сравните, 2,5-литровый или там 3-литровый дизель у High Lux, который, в общем, на нашей солярке, конечно, ездит, но, опять же, он не имеет ничего общего с легендарной тойотовской надежностью и не будет никаким ни миллионником, ни полумиллионником. А тут всё-таки 4-литровый бензиновый двигатель. Мы прекрасны, причём он ещё идёт своими корнями к 120-й Праде, а не к 150-й. То есть это, соответственно, середина 2000-х годов и мотор реально проверенный временем. Я, честно говоря, вообще про него никогда ничего плохого не слышал. Один из, в моём понимании, наиболее удачных тойотовских двигателей. Вот. И по такому нету какого-либо известного падежа коробок. Нету падежа каких-либо дифференциалов или карданов. Вот ничего того, что ты периодически слышишь про Тундру, к такому не относится. Все хвалят то, что у него ещё более собранная, чем у Прада подвесочка. Машина хорошо управляется, хорошо едет, никому она не нужна, никто на неё не обращает внимания. И очень мало кто хочет её продавать. То есть её покупают и ездят годами. А владельцы Тундру чаще всего меняют машины гораздо чаще. Это тоже о многом говорит. Поэтому если вам нужен нормальный рабочий пикап и вы прям очень хотите, чтобы была марка Toyota, то я вам рекомендую обратить внимание на такому, а не на Тундру. Дешевле лучше. Что же касается самой Тундры, если уж возвращаться к этому автомобилю, то все конечно безумно хвалят её за курсовую устойчивость. Я ездил на этой машине, тоже могу естественно приобщиться к этим отзывам, что локомотивная совершенно устойчивость на трассе. Догнать Тундру на скажем обычном пикапе, например, на Ford Ranger невозможно. При старте с места светофора просто Тундра исчезает в точку. Перерыв на новости. Алексей Мачилов в студии. Знаменитые американские и японские пикапы Toyota Tundra Nissan Titan Tacoma. Титан вы уже похоронили. Тундру мы пока хоронить не будем. Я остановился на том, что у Тундры впечатляет её курсовая устойчивость и динамика. Для каких-то дальних поездок по трассам если вы ездите в Астрахань на рыбалку, это очень хороший автомобиль. Впрямую держит прекрасно. Я ездил на Тундре только на 20-х дисках и могу сказать, что многие её хвалят за то, что она якобы такая же комфортная, как Land Cruiser 200 или Lexus 570 на разбитых дорогах. Я, честно говоря, этого не почувствовал. По моей оценке машина достаточно дубовая. На сильно разбитом асфальте она скачет в припрыжку, как и полагается нормальным пикапом, поэтому ездить на порожней Тундре с пустым кузовом я бы не очень рекомендовал. Но, в принципе, это касается большинства пикапов. Даже Ford Ranger, на котором я ездил два года с пустым кузовом, ездить комфортно отказывался. Соответственно, здесь та же самая история. То есть, если вы собираетесь ездить куда-то по не очень хорошему асфальту, надо все-таки машину догрузить. И, кстати говоря, мы в предыдущих эфирах этот вопрос не затрагивали, но он имеет, на самом деле, большое значение. Очень часто приходится слышать о том, что те же самые Dodge Ram идут очень жестко, и народ не знает, что с ними делать. При проезде лежачего полицейского машина прыгает, как резиновый мячик. просто смерти подобно. есть очень забавное наблюдение. У подавляющее большинство крупных американских пикапов шины по паспорту имеют давление 4 и более атмосфер. Это просто запредельное давление для легкового по сути автомобиля. Почему я все-таки представляю легковым? Потому что то же самое Lexus 570 тоже весит больше 3 тонн. Ну и соответственно Tundra тоже весит порядка 3 тонн. они все весит примерно одинаково. Только почему-то для Lone Cruiser давление 2 с небольшим это считается нормальное штатное давление. А для пустого такого же пикапа 4 с лишним почему-то считается тоже нормальным. Ну в общем физика есть физика. По крайней мере по моим догадкам это такие совершенно неподтвержденные наукой догадки. Именно путем давления американцы добиваются ультра-низкого расхода топлива на таких огромных восьмерках и попадание во все свои экологические нормы и нормы расхода топлива. Потому что если у вас колесо перекачано и дорога нормальная то понятно дело машины будет есть меньше. Но я бы вам рекомендовал бы спуститься все-таки с неба на землю и посмотреть что у нас вообще творится с дорогами поэтому давление больше 2-2,5 очков на машинах вот класса Toyota Tundra Dodge Ram или Ford F-150 это конечно преступление. У вас естественно будут и подшипники ступичные лететь то на что жалуется подавляющее большинство владельцев полноразмерных пикапов и рулевые наконечники будут разваливаться и вообще вот все что разваливается по ходовой чаще всего на самом деле можно просто сказать огромное спасибо перекачанным колесам. Причем если у Tundra как я понимаю нет проблем с тем что там какие-либо датчики давления в колесах там ничего этого нет у таком есть вопрос опять же о таком то у Dodge Ram у него как у любого Chrysler стоят датчики давления в колесах в обязательном порядке и если вы пытаетесь как раз перехитрить систему и уйти с 4 атмосфер на 2 естественно он начинает жестко ругаться поэтому вот этот вопрос надо решать подавляющее большинство владельцев рэмов почему-то не решает этот вопрос они считают что если в книжке написано 4 буду ездить на 4 начинают по кругу менять амортизаторы начинают ставить очень дорогие амортизаторы но машина как ехала как табуретка так и ели как табуретка поэтому соответственно жалоб на плавность хода достаточно много приходится слышать проблема на самом деле исключительно давление так что прямая прямая дорога в шиномонтаж даже если машина будет ругаться просто снести до разумного я уверяю что вы не узнаете свой автомобиль он окажется гораздо комфортабельнее вот естественно если вы ездите по грейдерным дорогам по каким-то грунтовкам на 4 очках это просто с ума сойти можно то есть у вас не только подшипники будут отвалиться у вас и металл будет трескаться пломбы из зубов повылетают конечно поэтому в общем читаем инструкции но все-таки делаем некую скидку на российские условия вот это такой бесплатный совет значит еще что хотел бы сказать про тундру это то что эта машина с полным приводом который решен по формуле партайм то есть у нее постоянный задний привод подключаемый соответственно полный по асфальту ездить понятное дело можно только на заднем приводе и существует такой вид тюнинга как замена раздатки на раздатку от лексуса 570 ну понятное дело что если мотор от лексуса значит и в общем коробка тоже от лексуса соответственно и раздатку тоже можно поставить более прогрессивно поэтому на рынке периодически встречаются такие построенные машины то есть люди просто не пожалели денег выкинули скажем неполноценную раздатку и поставили нормальную ездить соответственно с обычным фуллтайм и ни в чем себе не отказывать поэтому вот попытки завод сэкономить на потребителя поворачивается с тем что люди насэкономленные на покупке пикапа деньги соответственно делают из них практически технически как бы технически близкие автомобили к изначальному родителю то есть все равно эта машина в итоге приходит к образу лексуса например вот значит также стоит обратить внимание то что если вы вдруг решите когда-либо купить тундру то обратить внимание что версий много то есть там только комплектации штук 5-6 плюс к тому еще разница по длине базы по количеству там дверей и так далее и брать первую попавшуюся машину не стоит потому что у них они отличаются трансформации салона там длиной кузова и так далее то есть нужно все-таки подойти к этому вопросу не как к такому легкому скажем так поступку вы просто купили тундру и поехали но надо все-таки немножко отдать себе должное как бы ответить самому себе на вопрос что вы хотите получить от машин потому что понятие дело что максимально длиннобазный автомобиль будет просторный абсолютно со всех точек зрения но как бы проходимость него будет уже немножко хуже ну и в моем понимании дизайн совершенно ущербный потому что короткая тундра она выглядит хорошо но чем она становится длиннее тем она теряет вот эту свою гармонию и уже там на 6 с лишним метровом автомобиле вы в общем-то особенно если его на кузов одеть кунг у вас просто получается такая огромная баварская сосиска которая едет по дороге ты помнишь как прародитель всего этого класса автомобилей легкий советский пикап зил-130 потерялся когда мы сделали еще одну ось и он превратился в зил-133 а еще когда он стал сирославским дизелем у него вырос нос вот вся гармония разрушилась а так в принципе вот этот ближайший родственник вполне лаконичная конструкция да ну к счастью японцы не догадались и американцы в том числе делают трехосные пикапы пока что и кстати говоря к вопросу об отличии оригинальных американских пикапов от японских аналогов это то что тундра не бывает грузовая то есть это по сути аналог форда f-150 или dodge rm 1500 то есть это легковая серия но аналогов японских аналогов форда f-250 f-350 или там dodge 2500 3500 нет японцы даже не пытаются лезть на этот рынок они понимают что они в этом ничего не понимают и мостовые пикапы они не строят то есть последний мостовой пикап это там начало 90-х был старый легендарный халюкс который имел мотор там меньше 100 лошадиных сил и медленно тарахтя мог ездить конечно везде вот но в общем в целом американцы в этом отношении все таки с огромным отрывом уходят от япошек поэтому если вам нужна машина все таки серьезная или серьезный тягач то сами понимаете у вас путь только к исконно американскому автопрому и на японцев даже смотреть не стоит вот как-то вот примерно такая вот история соответственно по расходу топлива хочется сказать то что есть небольшие отличия в тундрах свежих годов выпуска и уже побегавших я не могу ответить на вопрос почему но чем старше машина тем почему-то она больше ест вот тундры там 11-12-13-х годов чаще всего по трассе укладываются там 17-18 литров а в городе там слегка слегка выходит за 20 22-23-24 а вот машинки первых годов выпуска 2007-2008 владельцы уже почему-то козыряют совершенно другими цифрами то есть уже по трассе 22-23 а в городе соответственно уже и по 30 с чем это связано сложно сказать либо все таки японцы любят вносить изменения в конструкцию возможно что-то они изменили в сборке мотора возможно что-то во впрыске но к сожалению знают досконально только продавцы запчастей ну и авторазборщики которые знают всегда и все это кстати говоря такая народная мудрость если ты хочешь узнать что от чего подходит надо на разборку позвонить надо бесполезно смотреть на всякие каталоги и так далее единственные люди которые все знают это те кто их пилит в торчермет да 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 вот эти люди точно знают чего от чего куда подходит вот соответственно еще из недостатков тундровской восьмерки то что на нашем топливе достаточно быстро умирают катализаторы и соответственно тоже приходится вырезать с этим борются все по разному некоторые конечно меняют их на новые но в общем самый радикальный способ конечно вырезать и забыть определяется это в общем как на всех машинах очень просто то есть у вас может даже не загораться чек у вас машина начинает тупить и теряет мощность и начинает повышаться расход топлива соответственно это говорит о том что катализаторы наконец-таки умерли вот поэтому чаще всего народ их удаляет вот и как у подавляющего большинства опять же больших полноразмерных пикапов достаточно слабоватые тормоза то есть в принципе если человек владелец с не очень скажем таким темпераментным подходом к вождению то они достаточно все-таки нормально ходят но если вы любите реализовать мощность 380-сильного двигателя на трассе и пару раз оттормозитесь со скоростью 150-160 да еще как бы не дай бог в мокрую погоду и так далее то скорее всего диски у вас поведет вот а если делать так часто то естественно начнется перегрев ступиц и у вас еще пойдут в помойку ступичные подшипники вот поэтому тут нужно как бы смотреть естественно есть море тюнинга есть усиленные тормоза и другие суппорта и так далее но мне кажется то что все-таки не каждый человек который покупает машину там за порядка полутора-двух миллионов очень хочет заниматься всем этим тюнингом то есть машины хорошие но запас прочности у них не фантастический вот и еще одно такое интересное наблюдение как раз к вопросу о езде на загруженных пикапах мы опять же в предыдущие дни обходили эту тему вот грузоподъемность которая у вас написана в паспорте это на самом деле циферка не взятая с потолка то есть вы в этот кузов можете набить гораздо больше то есть если у вас написано пикап берет 500 килограмм вот не надо грузить него больше у нас у русских людей есть постоянное желание запихнуть то что невозможно запихнуть но все что написано в мануале оно не просто так написано Алексей Мачалов американские пикапы неамериканского происхождения значит мы остановились на том что если у вас грузоподъемность заявлена производителем 500 килограмм 700 900 тонн то вот за рамки этой цифры выходить не стоит нам понятное дело русским людям свойственно перегружать свою технику достаточно посмотрите на количество перегруженных камазов которые тянутся через всю страну по нашим магистралям и именно из-за них мы по сути не можем ездить на дальнее расстояние со стабильной скоростью именно благодаря им мы лишаемся прав за обгон через сплошную потому что люди перегрузят а потом в горку то почему-то заехать не могут но к пикапам относится все немножко с другой точки зрения потому что сами понимаете что перегрузить тундру так чтобы она не поехала невозможно то есть она скорее лопнет но мотор конечно этот увезет проблема в другом в управляемости в том что если вы перегружаете пикап у вас получается нарушается очень сильная развесовка соответственно корма становится очень тяжелая а передняя часть машины наоборот приподнимается как бы над асфальтом и пока вы едете по прямой вам кажется что ну ничего страшного доедут вот но если вдруг что-то происходит на дороге вам нужно сделать то что называется у испытателей переставку ну то есть грубо говоря объехать лося а вот тогда начинаются всячески интересные поведения я таким образом перетестировал подавляющее большинство пикапов которые существуют на нашем рынке у подавляющего большинства машин проявляется одна и та же самая склонность перевернуться через заднее нагруженное колесо то есть если вы грубо говоря перестраиваетесь вправо то у вас пытается машина лечь на левый бок вот если она не очень сильно загружена или она пустая то скорее всего у вас будет просто занос занос в принципе системами стабилизации гасится без проблем тем более что система стабилизации у тундра есть а вот опрокидывание оно ничем не гасится то есть если вы вдруг сделали такой вот выпад рулем на машине которая перегружена раза в полтора скорее всего у вас просто подогнутся рессоры с нагруженной стороны и машина просто ляжет на бок происходит это быстро и совершенно феерично потому что когда 6 метровый пикап вдруг ложится на бок все видеорегистраторы которые были в округе они вот направлены на вас но это очень будет обидно конечно вот поэтому это один момент и второй момент что тундровские задние рессоры они соответственно славятся тем что они и при недогрузии это лопаются периодически вот а то что если вы тундру перегрузите наверняка будут проблемы с рессорами это я вам практически обещаю вот к вопросу о безопасности кстати говоря это как раз скажем преимущество тундры перед исконно американскими пикапами у нее гораздо более благоприятные рейтинги по всем краш тестам и практически это один из локомотивов продаж в Америке потому что японцы поняли что так они не могут сделать полноценный пикап им надо сделать его скажем так ближе к народу хотя бы через безопасность поэтому по всяческим рейтингам чаще всего у них на одну звездочку будет побольше чем у того же Рэма или у F-150 вот в любом случае машина тяжелая и для экипажа который передвигается на столь большом пикапе в общем все опасности они достаточно так нивелированы исключительно размером и массой машины поэтому когда вы передвигаетесь на таких тяжелых автомобилях все-таки вы должны понимать что ваш уровень ответственности перед третьими лицами на дороге очень сильно повышается потому что любое столкновение с любой легковушкой скорее всего приведет к покойникам в той самой легковушке потому что машина большая тяжелая остановить ее тяжело поэтому как вы только сделали шаг в сторону большого полноразмерного пикапа вам нужно вообще забыть что такие штуки гонки на дорогах общего пользования какие-то необдуманные перестроения вправо-влево потому что слепые зоны достаточно большие приложить кого-нибудь бочиной совершенно не проблема отправить кого-то в кювет тоже не проблема и в то же время быстро остановиться затруднительно периодически поэтому я вас призываю к осмотрительному использованию все-таки траков не забывайте что даже пусть он и легкий но это все-таки грузовик совершенно не гоночная машина а гонки на грузовиках это в общем удел единиц из миллионов людей поэтому управлять хорошо качественно большим полноразмерным пикапом это целая наука поэтому не питайте на эту тему особенных иллюзий вот ну и соответственно еще можно покритиковать так уже уходя в вопрос опять же качества тойот лакокрасочное покрытие которым покрываются соответственно все автомобили марки тойота чем скажем машина ближе к премиуму то есть вот лексус красится совершенно по-другому нежели красится тундра поэтому если вы заехали в какой-нибудь лес где много веток тундра будет абсолютно вся исполосована царапинами площадь окраски автомобиля совершенно фантастическая и что бы вы не предприняли в итоге там обклеить машину пленкой защитной машина большая покрасить машина большая облить матовой пуль непробиваемой краской типа лайнекса тоже машина большая то есть любые расходы на этот автомобиль будут всегда выше нежели на скажем той же сам тойоту прады например даже банально купить на него зимние шины они все должны быть большие и вот каждая такая маленькая кажется трата она в итоге на годовом использовании будет естественно очень даже кусаться вот и что касается краски на это жалуются все и не отрицает конечно даже официальный сервис тойота что ну да красим мы плохо вот так что в общем не рекомендую вам продираться через какой-нибудь колючий кустарник на таких машинах тем более что и размеры в общем-то к этому не способствуют ни в коей мере вот и в этом отношении опять же мы возвращаемся к такому потому что у таком она компактнее по размеру у нее гораздо лучше геометрическая проходимость у нее есть точно так же море американского тюнинга для того чтобы установить туда побольше колеса лебедки и так далее и вот эта машина вам простит очень много и с точки зрения езды по бездорожью если вы охотник там или просто путешественник но вы предполагаете что вы будете залезать далеко то я бы на вашем месте даже не смотрел в сторону тундры все-таки тундра это большой автомобиль который неплохо едет по бездорожью но не постоянно то есть это не его скажем так яркое преимущество есть есть у тундры собрат тойота секвой которая просто большой американский внедорожник ну скажем так дешевый дешевый лонгкрузер для американского рынка то есть удешевлено все до уровня тундры поэтому он стоит дешевле в америке чем лонгкрузер но при всем при этом с виду внедорожник вот у меня один из хороших знакомых тоже такой ярый путешественник спортсмен и так далее он со временем для своей большой семьи купил именно секвой потому что четверть детей надо где-то все-таки возить тем более когда один мало-мало-меньше это соответственно четыре детских кресла и в общем безвыходная практически была ситуация ну в общем вот как вот человек купил секвой так он перестал куда-либо с нами ездить потому что ну он честно говорит что да это большой американский универсал полноприводный то есть в стандартной комплектации на машине безболезненно съезжать с асфальта практически нельзя то есть да она съедет да она даже может быть и не застрянет но во-первых удовольствия нет никакого от преодоления бездорожья на таком автомобиле то есть это каждый раз прям преодоление вот и второй момент что каждый такой съезд он соответственно аукольцу тут же хорошим счетом в сервисе потому что там что-то помял тут надорвал там порой пороги оторвал и так далее ну в общем список того чего можно повредить достаточно большой вот ну как бы народ выходит из этих положений по-разному народ лифтует и тундры в том числе встречаются и на 37 колесах и на каких только они не встречаются соответственно благодаря вот обширному количеству тюнинга народ на них путешествует куда попало ездит и в Монголию и на крайний север ну в общем машина на самом деле прощает многое тем более что как и у большинства у большинства пикапов есть же огромное преимущество большой кузов можно уложить большое количество канистр и уехать реально далеко это мы вот сейчас как раз испытали во время экспедиции на север пикапы практически созданы для дальних экспедиций в автономке в полноразмерном внедорожнике столько канистр не запихнешь никогда завтра у нас будут Кадиллаки и Хонды до завтра кастрючка пикапов там